Вот сейчас нас все время призывают вернуться к каким-то традиционным ценностям, что раньше это все было благолепно, благообразно, православно, в этом случае исламно, по всей видимости. Вот она, эта замечательная традиционная семья. Вот свекровь, вот ей иный сын, муж этой зулихи, два сапога пара. Это значит гнобит изо всех сил, как может. А сынок, естественно, маму всячески поддерживает. Вот традиционная семья, она прекрасна. А это значит мечется, как рысь в жопу стрелянная. И, обрати внимание, она за первую серию, по-моему, одно или два предложения сказала. А все остальное, как зверек. Загнанный зверек. Мечется и непонятно ей вообще, что же там происходит. Бабу откровенно жалко. Если ты внутри на это смотришь. Я некоторое время жил в Азии. У меня родственников достаточно много. Я про традиционную семью имею крепкие представления. Как, например, в кишлаке это происходит. Вот семья. Папа, мама. У них есть сыновья, например. И если сын женится, то невестка приходит в дом мужа. Где этой самой невесткой немедленно начинает руководить свекровь. Я туда прибыл как раз... Молодой был. Я из армии прибыл. И имею неплохое представление о том, что такое дедовщина. Как реализуется. На что это вообще по жизни похоже. Так вот, осмелюсь заметить, что армейская дедовщина по сравнению с тем, что происходит вот в этих замечательных традиционных семьях. Она вообще ни в какое сравнение не идет. Как-то молодому солдату живется сильно проще, чем молодой невестке в традиционной семье. Ей там помыкают так, что вам и не снилось. Сыновья разного возраста. Вот это старшая невестка. А вот это младшая невестка. Соответственно, ими всеми помыкает свекровь. А внутри невесток. Устанавливается своя иерархия. Где самая младшая невестка, она пожизненный салабон. То есть, ее чморить будут всегда. Самую тяжелую грязную работу свалят на нее. Потому, что, а нафига мне это надо? Я старшая, а ты младшая. Уважение к старшим должно быть, как мы знаем. А что такое уважение к старшим? Как оно реализуется? А вот так реализуется. Снимай с меня сапоги. Чисти мои сапоги. Пой мне песни. Принеси попить. Принеси пожрать. Ну, как в армии. Сидит дедушка, смотрит программу время. Скукота, как ты понимаешь. Поднял правую руку. Стоящий за спиной салабон. Тебе немедленно раз сигарету. Закурил. И дальше смотришь уже с гораздо большим интересом. Поднял левую руку. Вон тебе воды кружку сразу. Ну, там больше нет ничего. Но вот так. Чтобы я ничего не говорил. А ты вот там стой. И контроль-то не теряй. Любые мои желания должны удовлетворяться. Ну, а там все это значительно хуже. Плюс. В армии ты хотя бы понимаешь, что тебя год чморят. А дальше ты будешь всех чморить. А там нет. Это навсегда. Вообще навсегда. Только если твой муж там забогатеет. Построит свой дом. Ты съедешь от родителей. У вас отдельно живущая семья. Дальше ты нарожаешь сыновей. Они вырастут. Женятся. Приведут в дом невесток. И вот тогда ты уже оторвешься. Все строго одинаково. Все как в армии. Все то же самое. То есть, пока ты молодой и тебя бьют каждый день. И не только тебя. И вы там вместе, лежа под одеялом и утирая там сопли, рыдаете. Как же так? Как же можно с людьми так обращаться? Прошел год. Тебя бить перестали. Огляделся. Что-то этих-то. Вот этих, которые младше. Что-то их вообще не трогают. Ну, погодите. Сейчас полтора-то года пройдет, когда я смогу всех бить. И глядишь, полтора года прошло. И вот этот вчерашний страдалец уже там, понимаешь, разошелся. Ты забыл, как тебя метелили? Ну, так, во-первых, нас-то гораздо сильнее били. А во-вторых, они же ни хера не делают. Что? Смотреть, что ли? Изумительно. Ну, так и тут. Да. Появятся свои невестки. И ты их будешь также чморить. То есть, это ситуация крайне серьезная. Все эти так называемые традиционные семьи, где вот это происходит. Вот, например, в Узбекистане. Это массово. Я там жил. Поэтому это мне ближе и понятнее. Приходит, приводит. Вот подобное отношение в традиционной семье. Это все приводит к массовым самоубийствам. Напомню, там была пионерская организация, комсомольская организация. Это радикально отличалось от традиционного общества. Ну, в рамках вот этого, как у нас так положено, мы всегда так живем, молодые девки постоянно, просто постоянно обливали себя керосином. Вдумайся. И сжигали сами себя. Ну, тут специфика. Отклонимся. То есть, в соответствии с народными поверьями, если ты повесишься, то в теле дырочки нет и душа из него не может вылезти. Они же верующие все, как ты понимаешь. Вешать нельзя. Это страшная смерть. Тогда душа не вылезет и ты вот в рай не попадешь. Гораздо лучше, если тебя зарежут. Тогда дырка есть и душа сразу к богу в рай отправится. Хотя, с какого перепугу ты там в рай, непонятно. Но самому себя зарезать невозможно. Поэтому вот остается облить себя керосином и поджечь. Эта смерть настолько страшная. Ну, короче, можно подумать, каким способом человека доводят до того, что молодая девчонка обливает себя керосином и сама себя сжигает. Что она такое перенесла, чтобы сотворить с собой вот такое? Ответ простой. Она просто живет в традиционной семье, где все благообразно, в соответствии с религией. Там заветы предков, там шариаты, адаты и всякое такое. Прекрасно себя чувствует, обращаю внимание. Что даже не задумываясь, обольет себя керосином и сожжет. И это, мягко говоря, было не единичное явление. Это происходило постоянно и везде.